Здравствуйте, друзья! Функция VectorGetMidPoint позволяет найти среднюю точку отрезка. То есть у нас есть две точки на плоскости, мы их соединяем прямой, и вот на этой прямой посередине мы находим точку. Это очень полезно, бывает на этапе разработки каких-то механиков. Итак, для того, чтобы работать с векторами, вызываем окно библиотеки горячий клавиш F3 и вызываем метр векторов. Вот так. Теперь к этой переменной можно обращаться, туда убраны все методы векторов. А также не забывайте, что точку пространства мы будем указывать через point. Вот эта команда у меня уже написана, я на всякий случай сотру и покажу, что мы ее быстро вызывали отсюда. То есть у нас есть переменная, через которую мы можем задавать точку пространства. Итак, давайте проверим, как это работает. Мы обращаемся к нашей переменной вектор. и находим getMidPoint. Вот нам уже подсказал движок. И одна точка, давайте для простоты расчета возьмем точку 0,0, а другую точку 100,100. И несложно догадаться, что средняя точка будет 50,50. Ну вот так вот под наклоном 50,50. Но в реале можно взять, конечно, любые значения и посчитать абсолютно любые наклоны. Это только для того, чтобы мы проверили, что вообще верно расчет идет. И вот эта переменная, напоминаю point, это вот она и есть. Через нее мы задаем точку пространства по x и по y. Чтобы увидеть результат, давайте это все дело завернем в консоль. Вот так. Отлично. Посмотрим на результат. Да, мы получили 50 на 50. Но если бы здесь было, например, ну тоже пусть будет 0,0, а здесь будет 40 и 90, то так мы уже в уме не скажем, что это за точки. Ну вот такие значения мы получили по оси x и по оси y. Ну что ли, друзья, на этом я завершаю этот видеоурок. Спасибо за внимание. С вами был Александр Птичкин, основатель образовательного портала multuroki.ru и разработчик игрового движка PointGems. До встречи в новых видеоуроках. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok